23 февраля считают поистине всенародным праздником, олицетворяющим связь поколений, самоотверженное служение Отечеству и признание великих заслуг россиян. В программе праздника – поздравление городского руководства. В своем обращении Александр Кузнецов отметил. К армии в России всегда относились почетно тем людям, кто носит погоны. Ситуация меняется. Раньше было, может быть, модно как-то немного уклониться, особенно в 90-е годы от армии. Но никогда мужчина не станет мужчиной внутри, если он не отслужит. Какой бы он потом крутой не был и деловой, это априори в России считалось, что мужчина всегда должен был служить в армии. Обращаясь к молодому поколению, я поздравляю вас, потому что вы живете в той стране, которой гордиться надо, и от вас зависит, какой она будет. 23 февраля давно перестал быть профессиональным днем военных. Сегодня он посвящен представителям сильного пола. Мужчина всегда должен быть мужественным, способным защитить свою семью и родину. Сейчас День защитника, я думаю, как-то предполагает, независимо от возраста, мы чествуем наших мужчин, дарим им подарки, говорим хорошие и добрые слова, пожелания. И надеемся, что под их крыло будет нам надежно и хорошо, и комфортно жить в этом мире. Гости праздника не ограничились только теплыми словами. Ряд уваровцев были награждены почетными грамотами главы города. На торжестве собралось сразу несколько поколений защитников Отечества. Ветераны локальных войн и военных конфликтов, военнослужащие и наши будущие защитники Отечества, учащиеся школ. Особые слова благодарности и самые сердечные поздравления были адресованы ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла. В их адрес звучали теплые слова, в знак глубокого уважения им вручили цветы. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом. В программе представлены вокальные и хореографические номера известных и начинающих коллективов города и школы искусств. Ведущие еще раз сердечно поздравили зрителей с приближающимся праздником и пожелали успехов и благополучия всем присутствующим и членам их семей. Светлана Даровских, Варвара Павлова. Наш город.